При входе в гараж на глаза сразу попадается инсталляция водопад информации, которую представил Julius Pop. С помощью компьютерной программы происходит автоматическое формирование слов, полученных с различных новостных интернет-сайтов. Рядом расположились воюющие миры, представленные в виде двух шаров с нарисованными на них континентами. Это метафора конфликтов и экологических войн, но по словам самой художницы, также и балет божественных тел. Одним из самых поражающих проектов стал космополитический курятник, где проводится эксперимент по скрещиванию кур и петухов бельгийско-итальянской и русской пород. Это метафора современного глобального мира, находящегося в бесконечном смешении. Построить город будущего – мечта любого архитектора. Подобные утопические проекты либо остаются на бумаге, либо отправляются на помойку, то есть в мусорный бак. Осуществить такой проект можно лишь в миниатюре, в макете, что и было сделано Александром Бродским. В продолжение мусорной темы серия картин от Вика Мюниса посвящена экологическим и гуманитарным проблемам современной Бразилии. Работа корейской художницы Ким Суджа посвящена проблеме миграции и тому особому состоянию души, которая возникает при постоянном перемещении с места на место. Ковер из бутылочных крышек Эль-Анацуи отображает проблемы захламления планеты. Работа художника из Бенина Ромуальда Азуми говорит о социальном неравенстве в взаимоотношениях Европы, Африки и капитализме. На таких скутерах перевозили контрабандную нефть из Нигерии в Бенин. Инсталляция Тихару Шиота «В тишине» – история 20-летней давности из жизни автора, когда он увидел обгоревшее пианино в доме своих соседей, после чего в его сердце образовалась пустота, с которой он живет и по сей день. Видео от братца Дмитриевича «Воскрешение алхимиков» посвящено медийной цивилизации и показывает, как информационные потоки поглощают современного человека. Инсталляция двух художников Сунь Юань и Пэнь Юй «Дом престарелых» говорит о недостатке общения в структуре нашего общества. Генералы, религиозные и политические деятели на инвалидных колясках находятся в непрерывном движении, постоянно сталкиваются, но остаются при этом безучастными и безмолвными. Спенсер Туник прославился своими гигантскими скульптурами из тысячи голых тел. Художник пытается изменить представление о наготе и частной жизни, о социальной и расовой или культурной конфронтации, исследует взаимосвязи между человеком, искусством и городской средой. В серии фотографий с одинокими обнаженными фигурами Спенсер Туник говорит о незащищенности человека в современном мегаполисе. Дмитрий Гутов в инсталляции «Параллакс» играет с природой зрительского восприятия. Объектом наблюдения являются супрематические конструкции, напоминающие картины Казимира Малевича. Выставки куратора биеннале Жан Юбера Мартена так или иначе обращались к глобальным темам современной культуры. Стирание границ между культурами и эпохами является его главным приемом, что стало подтверждением в центре современного искусства «Гараж». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова